Вот уже несколько лет ведется дискуссия о том, что делать со зданием бывшего общежития, расположенного по улице 18 Новомбра 43. Но решение найдено. В бюджете самоуправления на этот год заложены средства на снос здания, чтобы в дальнейшем построить здесь новый дом с муниципальными квартирами для специалистов разных отраслей. Строение было сдано в эксплуатацию в 1970 году, и на протяжении более 50 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Когда-то тут располагалось общежитие, а затем много лет опустевшие помещения в самом центре города были заброшены и ветшали на глазах. В 2017 году самоуправление выкупило здание. В тот час мы уже начали проводить техническую экспертизу данного здания, чтобы окончательно принимать решение о том, будет ли это здание снесено, либо мы его сможем реновировать и использовать как жилье для специалистов, либо в социальной сфере. Но, к сожалению, после проведенной экспертизы специалисты констатировали, что наиболее экономически, хозяйственно выгодным решением в данном вопросе будет снос этого здания и строительство нового. В связи с тем, что данное здание долгое время стояло без подключения к центральному отоплению, энергосертификат, энергоаудит данного здания не представляется возможным сделать, и в связи с этим европейское финансирование по данному объекту не сможет быть привлечено. Более 10 лет проведенных без окон, дверей и отопления крайне губительно сказались на состоянии дома. Наряду с ливнями и морозами ситуацию усугубляли бездомные, которые периодически устраивали здесь пожары. Восстановление потребовало бы колоссальных затрат. На данный момент подготовлена техническая спецификация для проектировочных и строительных работ по сносу здания. Ранее рассмотрелся вариант с оборудованием автостоянки на месте снесенного дома. Однако, учитывая возрастающий спрос на муниципальное жилье со стороны специалистов сферы медицины, строительства и многих других отраслей, которые уже начали или в ближайшее время приступят к работе в Даугупилсе, сейчас планируется построить здесь новый жилой дом, привлекая для реализации проекта государственное софинансирование. Конечно, это история нашего города, и в свое время моя бабушка здесь работала, поэтому немного жаль. Я думаю, что что не делается, все делается к лучшему. Мы перевернем эту страницу истории и напишем ее заново. На это нужно смотреть с позитивом, потому что самоуправление занимается тем, что развивает наш город и приводит его в порядок. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы. Продолжение следует...